Дворец пионеров какую-нибудь роль сыграл? Главную. Главную роль? Главную роль. Главную роль? Он дал мне профессию, в которой я работаю уже больше 60 лет. Снимаюсь в кино, сыграл 230 ролей. А так это всё начиналось там, во Дворце пионеров, в студии театральной, которую руководила Евгения Васильевна Галкина. В этой студии у нас, допустим, ставили спектакль по щучьему велению. Я играл царя, а Емелю играл Лёня Нечаев. Он потом станет режиссёром, снимет два фильма замечательных про Буратино. Он не два, больше, но Буратино и Красная Шапочка. Но я вам скажу другое. Мы как-то с Лёнякой Нечаевым, уже будучи студентами, пришли в родной кружок. А Евгения Васильевна говорит, вот к нам девочка замечательная поступила. Она полненькая такая была, косички, веснушки. Наташа Гундарева. И вот Вова Иванов, очень хороший мальчик, профессор Щукинского училища, Владимир Владимирович Иванов, который таких артистов уже воспитал замечательных. Но в эту студию приходили Ольга Науменко, Ольга Кабо, две Ольги такие красавицы. Ну вот Илью, Елена привела во дворец пионеров. А вас кто привел? Мама? Нет, не мама. Я очень влюбчивый был уже, по-моему, с пеленок. В пионерском лагере я имел, возможно, вот он, я тут, это из хореографического, я танцевал чертенка. Похож. Черта Салоха назывался номер. Вот этот вот чертенка я и танцевал. У меня еще тут, ну, девочка занималась тоже в хореографическом кружке. Ей было 10 лет, ну, а мне 13. А как известно, любви все возрасты, покорны. А где мне ее увидеть? Я в мужской, а она в женской школе. Вот. Дом пионеров я узнал. И я туда поступил. Вот мне 15 лет, вот видите. Ну, вот видите, насколько я задержался. А она быстро, довольно, оттуда ушла. Она потом стала большим, очень крупным филологом. Можно я еще добавить? Конечно, нужно. Анна Гавриловна Бовшик, она ученица была Саниславского и Востангова. Вот это я тут внизу слева. Это вот Анна Гавриловна Бовшик. Она проводила пушкинские вечера. И она приводила интересных людей. К нам приходил Маршак, к нам приходил Лев Косиль. Но однажды пришел пожилой такой человек. Мне показалось, что он очень старый. Когда я сейчас, я с позиции своего возраста, он просто мальчишка. Говорит, он рассказывал о своей встрече с альбомом «Толстым». Это был 57-й год. И он рассказывал, говорит, а теперь хочу вам всем пожать руку. Пошел по кругу и мальчикам, и девочкам пожал руку. Говорит, теперь знаете, что у вас альбом «Толстым» разделяет одно руку. Это программа «Мой район».